Сергей Александрович, добрый день. Вы приняли решение выдвижения своей кандидатуры на постного города, соответственно, уже поданы документы для участия в конкурсе. Что вас подвигло на это? Ну, в первую очередь, мне захотелось изменений каких-то в городе, потому что с каждым годом, как я вижу, ситуация все ухудшается в нашем городе, ну, в конце концов, это надоело. Ну, в чем она становится хуже, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, мое предприятие занимается уже не первый год городским освещением. Мы обслуживаем его. И даже на этом примере очень заметно, как стало хуже. Ухудшилась обстановка. Думаю, каждый житель города у нас заметил, что буквально 6-7 лет назад освещение было гораздо лучше, чем на сегодняшний день. Ну, это только такая ситуация в Мазарове. Может, в других городах она идентичная? Или на самом деле есть с чем сравнивать? Есть с чем сравнивать. Более того, даже скажу, что моя организация занимается не только обслуживанием города, но и ближайших поселков, деревень. И на примере Павловского сельсовета, который идет на данный момент вновь со временем, и стоит уже 98% светодиодов. Светодиодных светильников. Светодиодных светильников. Ну, как на сегодняшний день, так как я взаимодействую с ними практически каждый день, ну, у нас сильно к нам не всегда никто не прислушивается. Где можно сэкономить? Где можно немножко затратиться, но потом экономить получить гораздо больше. При среднем расходе, если я не ошибаюсь, на городское освещение 12 миллионов, ну, может, я немножечко что-то ошибаюсь. На сегодняшний день, по моему мнению, можно год сэкономить миллиона три. Отпустить их, соответственно, на другие. Конечно, конечно. Нужно участвовать в грантах, нужно участвовать, подавать заявки в первую очередь с края. Ну, по вашему мнению, все-таки с чем это связано? Почему чиновники города Назарова работают неэффективно? Ну, я так понимаю, надо менять, надо выводить что-то новое, надо выводить молодых и более энергичных. Может быть, они стараются, но, видно, что-то у них не получается. Сергей Александрович, ну, с приходом команды Виталия Федоровича Палкина, которые вроде как пришли с производства и, наоборот, все надеялись, что жизнь, как бы, в городе улучшится, вот вы эти изменения почувствуете на себе? Да, я почувствовал на себе эти изменения. Я считаю, что в первую очередь работа должна быть настроена на эффективность города, а не на личные какие-то отношения. В первую очередь непосредственно мы должны свои личные амбиции и личная неприязнь, может, к людям или какие-то доброжелания оставить за дверью. А принести в город – это, в первую очередь, эффективную работу на пользу жителей города, а не только на свои какие-то личные. То есть у Виталия Федоровича этого не получилось? По моему мнению, нет. Ну, скорее всего, это тоже связано с определенным каким-то старым укладом этой команды, который традиционно всегда, как бы, был в советские времена. Да, они привыкли, по моему мнению, идти вот по своей подотоптанной дороге. И ни шаг влево, ни шаг вправо. А мое мнение – надо развиваться, надо пробовать себя. И здесь, и там, главное, чтобы у нас получилось, и получилось разбить наш город. Правильно я вас понимаю, с вашим приходом команда администрации поменяется, поменяется сильно в случае вашей победы? Ну, я думаю, изменения будут. Каждому работнику администрации будет дана оценка об эффективности его работы по загруженности, по квалификации, по занимаемой должности. И уже после этого будут сделаны выводы. Для города еще не все потеряно, хотя изменения, которые произошли за последние несколько лет, очень заметны. И каждый, думаю, увидел. И в первую очередь, мне кажется, что нужно изменить чиновникам свое отношение к городу, свое отношение к работе свое. И мое мнение, что я это могу сделать.